Выставки мы начнем с этой картины. И вот где это было? Эта работа называется «Разнотравье». Это вообще в окрестностях Южноукраинска. Там потрясающие такие обрывы, холмы. И мы поехали с мужем просто на природу туда, и меня поразила вот эта полянка, и я ее запечатлела вот с этими травками, с пустиками. И дальше вот эти холмы уходят. Потрясающие места. Южный Буг. Вообще мне реки нравятся очень. Вот эта маленькая работа, это Баккота. И здесь это Днестровское водохранилище. Тоже как бы связано с рекой, но это уже идет такой заливчик. Потрясающее место. И все говорят, что это какое-то место силы. Да, место силы. Там есть древнее место, на котором когда-то было еще языческое капище. И потом там же, ну не конкретно в этом месте, но рядышком, сделали монастырь христианский уже, в котором около где-то тысячи лет. Вот следующее над ней. Это Катранка, это база отдыха, на которой мы жили. И аллейки там тоже очень милые, такие цветные, такие хорошие. У нас был пленэр Авер Эко Арт. И это, кстати, не один пленэр был. Там в Катранке у меня много работ. И вот это оттуда, с база отдыха, такая вот аллейка. Высшая работа, это берега Днестровского лимана, в районе Роксолан. Тоже очень интересные места. Да, да, неожиданные, неожиданные. Вот в том-то и дело, что ты вроде едешь по равнению, а потом резко начинается вот раз, и другой мир. Какая-то другая природа, совершенно другая стихия, какая-то атмосфера другая. Все другое. Вот рядом лодочка. Да, это опять в Катранке, когда мы были, мы поехали в гости к рыбакам и попросили запечатлеть их лодочки. Такие небольшие работы, чудные. Вот на этой работе виден Днестр. И вот тропиночка, которая ведет вниз, спуск к воде. Тоже полтора километра совершенно сумасшедшего спуска, который не каждая машина преодолеет. Но для художника там раздолье есть описать. Можно наслаждаться природой, красотой. И вот осенью, когда мы были в октябре, там очень шикарно. Людей почти нет. И получаешь удовольствие от процесса, от живописи. Переходим еще к картине. Да, опять Катранка. Катранка вообще удивительное место. Там вот есть лиман и есть море. Вот можно поле написаться морей, для любителей морей. Мне нравится вообще все. Не обязательно, что только море или только... Мне вообще вода нравится писать в воду. Потому что она настолько всегда разная. Где-то вот эта тихая заводь. Она там практически стоячая, эта вода. Этот камыш. И там вот эти, если маленькая, ряд появляется на воде, уже какое-то движение, уже какой-то процесс. Ну, вот каждое место интересно. Это опять Баката. Тут без воды, только холмы. Но тоже там было так много всех этих деревьев. Они такие разные, все разных оттенков. Конечно, на таком маленьком холстске не удалось все запечатлеть. Но я старалась. Да, это... Вот эта работа. Это какая-то сказочная пункта. Это новое мое направление. Вот тут три представлены, три работы, которые я показала. Это творчество на чистом виде, скажем так. Без натуры, без ничего. Вот то, что создало мое воображение. И я это передала на плоскости, на бумаге. С помощью разных красок, разных техник. Акварель, тут глаз. То есть, когда мы говорили о развитии, когда мы говорили о поиске новых интересных идей, это вот как раз об этом, да? Да, это что-то вот... Ну, не всегда же на то выписать. Иногда есть какие-то идеи, которые хочется... Которые вот они просятся наружу. Их хочется вылить. Но они не всегда реальные могут быть. Они не всегда реалистичные. Это как сны, как фантазия какая-то. Что-то из сказочного мира. Ну, так это называется. Ну, это прекрасные какие цветы. Ирисы. Ирисы. Которые... Много цветов сирени, там еще розы. Как бы цветы я тоже очень люблю писать. У нас приближается и сиреневый пленер, и эта работа уже прям готова. Ну, сиреневые такие цветы, которые можно писать очень много. Потому что она тоже разнообразна. И по оттенкам своим, и по живости. И вообще, как бы весенние цветы, они всегда все прекрасные. Их всегда хочется писать, потому что это новое, это свежее. Это, опять, катранка море. Когда вот будущее катранки, очень поражает вот этот выход. И меня поразил первый раз, когда я была. Вот это потрясающего цвета вода. Не такая, как в Одессе. Она интересная, она бирюзовая. Она голубая, чистая. Какая-то прозрачная. Другая. Совсем другая вода. Другая вода, да. И пляжи другие. Вода другая. А, ну, это люди какие-то у вас появляются. И люди, очень известные люди, конечно. Это, наверное, возле дома. Да. На крылечке почти. Работа с историей, скажем так. Ясно. Ну, поскольку я участвовал в этой истории в качестве наполнения, значит, вот, пустых мест, заполнения пустых мест, вы знакомы. Ну, это не совсем пустое место, не надо уделять себе так мало, умолять свою роль в создании этой работы. Как раз-таки вы занимаете там ключевую роль такую. Боль? Существенную. Спасибо. Это работа. Баката. Баката. Опять Баката, да. Ну, ты действительно смотришь и действительно место силы. Ну, я считаю, что здесь мне удалось передать какой-то свет, я знаю, да. То, что идет оттуда. Это когда ты там находишься, ты это чувствуешь, ощущаешь на себе вот эту мощную какую-то энергетику, какую-то чистоту. Здесь, конечно, я как бы не сильно там себя хвалю, не хочу себя хвалить, но мне кажется, что здесь все-таки немножко удалось. Ну, это красота. Розы. Которая роза. Ах, прямо с куста. Мне очень нравится рисовать цветы живые, несорванные. Когда они еще растут, еще цветут, еще питаются от земли, тогда их там срывают, ставят в вазочку. Мне кажется, что все. Поэтому галерея Ракурс, она еще отличается тем, что она окружена цветами живыми, растущими. И это отличает эту галерею от всех галерей, которые в этом городе еще существуют. Да, это снежные пилы. Почему снежные? Потому что они у меня получились такие холодные. Ну, я не знаю, как-то так оно пошло. В общем-то, думала переписать, но говорят, что нет. Переписывать не надо, что она достаточно хороша. И где-то вот эта прохлада, она даже по-своему интересна. Ну, буду полагаться на мнение ценителей искусства. Это одна из моих, тоже я считаю, в общем-то удачных работ. Вот, в Одессе замечательный пляж есть. Сейчас он называется пляж Лагуна. Он был многое время, долгое время закрыт стеной, оккупировал какой-то частный собственник его. И благодаря Михаилу Саакашвили этот пляж открыли. И теперь мы можем наслаждаться красотой этого пляжа. Вот, кстати, вчера мы там были. Потрясающе такое море, там, эти камни на свету. Очень красиво. Здесь утро раннее, такое тоже немножко прохладное. Но этот пляж я очень люблю. Его писать удовольствие одно. Да, это работа, это в районе Южного. Тоже интересные места, обрывистые, вот эти обрывы. Их интересно писать. Ну, в Одессе, как бы, нет, вот именно в самой Одессе нет такого, конечно же. И чтобы поймать вот какое-то такое место, надо куда-то ехать. Тоже Черноморку или вот в Южный. И дальше места, конечно, забил вот такими обрывами. И они, конечно, по-своему интересны для художников. Для пляжников, может быть, и не очень, а для художников очень хорошо. Это апрель на берегу. Море такое еще холодное. У меня тут достаточно холодное. Ну, весна. И я постаралась, конечно, изобразить вот эту прохладу, когда особо не хочется туда лезть, в эту воду. Ну, яркое солнце и холодная тень. Еще вот кустик там, еще нет ни одного листочка. Ну, такое тоже состояние. Это, опять-таки, места берега Местровского лимана в районе Роксона. Это вторая. Ну, это вторая работа с берегов Местровского лимана. Ну, это уже в другой стороне. В другой стороне. То, что мы раньше смотрели, это в одну сторону холмы, а это в другую сторону холмы. Как бы, будучи там, я уже постаралась запечатлеть побольше, побольше. А вот городская какая-то. Да, это городская. Их три у меня. Три работы. Можно сразу их показать. Да, это как бы была серия. Это и есть серия. Начала, я начала серию. Я надеюсь, что я ее продолжу. Потому что идея есть не останавливаться и писать дальше. Такие места, одесские места, которые, в общем-то, к сожалению, постепенно мы их теряем, эти места. И хотя бы запечатлеть на холсте, чтобы как-то сохранить эту память. Вот эти две крайние работы. Это санаторий Аркадия. Это не очень известные такие места. Да, то есть обычно гуляющим людям не все одесситы узнают. Это не знаю, это где это. Все спрашивают, а где это, а где это. В санаторий Аркадия туда заходишь. Там очень много архитектурных таких объектов интересных, необычных. Вот эта работа, которую вы сейчас показываете, это дача Морозли, которая тоже находится сейчас под угрозой сноса. Вот была весной акция, когда одесситы отстаивали этот дом, потому что у нас очень любят сносить памятники архитектуры. Надо как-то бороться с этим явлением. Переходим к картине выше. Да, это не Одесса. Это Кишинев, который, в принципе, город, в который я влюбилась. Он настолько богат парками, прудами. Он такой зеленый. Там раздолье, это такие для художника. Ну, вообще просто находиться там очень комфортно, очень хорошо, очень приятно. И вот эти вот места, вот эти ивушки, эти парки, эта вода. Даже не верится, что ты находишься в городе каком-то. Потому что зелень вокруг, зелень повсюду. Вот это очень вдохновляет. А вот конь. Животные, которых я... Это редкость, когда их изображаю. Как-то вот... Может быть, настроения нет. Может быть, я не совсем анималист. То есть, есть художники, которые мне очень увлекаются, животные изображают их повсюду. У меня нет. Это картина тоже с историей. Это как бы моё память о... Память о каких-то временах, когда моя мама была жива, когда я приезжала к ним в гости, когда... Ну, вот что-то такое очень личное, наверное. И вот эти лошади, они, наверное, оттуда. Из этой личной истории. Да. Семейной. Это вот верхняя работа, зима, тёплая зима. В принципе, ни снега, ни мороза было очень тепло. Это было... Это тоже Кишинёвик. Опять-таки, один из парков, который меня впечатлил, впохновил. И вот эти деревья, это какая-то вода, непонятно, замёрзшая, она и не замёрзшая. Снег есть и нет. Зимы такие у нас очень интересные тоже. Ну, вот как бы зимы тоже у меня нет особо. И осень мало. Ну, вот есть пара работ, которые я посвящаю этому времени, года. А это опять-таки вот тот пляж, который возле лагуны, да? Да, это возле лагуны, но это ведь сверху. Как раз вот внизу эти камни, которые некоторые там любят оттуда стоять и смотреть на загорающих. Встречаются такие вещи. Ну, вот эти деревья, они мне очень нравятся. Это Катранка. Такое... Когда мы первый день приехали, осенью, в сентябре, не было берега, помните, да? Когда просто не было берега, ну да, где берег? Всё, всё залила, как этим клюбором. И вот такой тюдик на расписку у меня пошёл море с лунами. А это берег вернулся. Да, но эта работа я уже столько не рассказывала, что я не знаю, надо ли рассказывать о ней ещё раз. Потому что опять-таки это с историей, работа с историей. Когда в Катранке я присмотрела себе одно место, очень интересно. Там ведь деревьев практически нет. Там ведь берег и камыши, трава, а деревья так, одно название. И я нашла себе место с деревом, в котором была тень. Был пасмурный день ещё. Я думала, вот я на следующий день туда вернусь и обязательно напишу оттуда работу. На следующий день я прихожу, а она уже занята там, велосипедисты с палатками. Я говорю, а вы надолго? Ну, ещё 3-4 дня они говорят. Я поняла, что всё, моё место занято окончательно. И где я найду ещё такое дерево? Вот. И они говорят, вот там, где-то там есть ещё такое. Пойдёмте там, мы вас проводим. И вот нашла ещё. Оно, конечно, не такое дерево ветвистое, но всё равно. Теньёчек и совершенно потрясающий пустынный пляж, чистый. Это редкость, когда находишь такие места. Причём рядом прорва. И вы на прорву не пошли. Прорва... Я перешла через прорву. Я перешла через прорву. Это было уникальное такое путешествие, когда ты идёшь, ты чувствуешь себя каким-то идущим по воде. Тут, с одной стороны, этюдник, всё это надо нести на себе. Холсты, этюдники всё тяжёлые. Ты идёшь по колено, по воде, и ты не знаешь, куда ты идёшь, потому что ты идёшь первый раз по вот этой вот отмели. Но впечатления, конечно, остались. И эта работа у меня тоже полна. Наверное, больше моих впечатлений. Я не знаю, как их зрители воспринимают. Но тут больше, да, моих впечатлений. Вот Хатынка. Хатынка. Причём я даже не помню, где эта Хатынка, откуда я её взяла. Но это реально хатка, конечно же, из какого-то села. Может быть, это Каминец-Подольский район, скорее всего. Где-то это на Подоле. Где именно, не скажу. Но очень симпатичное, милое место. С... такое... Немножко загадочное. А выше картина? Это опять Катранка. Вот Катранки как-то много у меня. В общем, это Катранка камышовая, лиманная Катранка, не морская. Утро, туман. Ну, там, где мостик. Да, это через проход, где насыпят. Вот, тоже утро интересное было. Ну, это опять-таки Одесский пляж, да? Да, да, и опять-таки там же любимое место. Ну, а велосипед? И это работа... Это тоже... Это работа псаллосэтюда. Если быть точной... Ну, это где-то в Одесской области, точно даже не скажу. Ну, тоже там какой-то ерек, и был самоседший ветер, и вот это состояние. Даже уже проходящей осенью, ветреная, и вот это там как-то вот запало в душу, и я... А велосипед реальный, велосипед, он там все... Вот сейчас есть мода, мода рисовать вот эти велосипедики, но он действительно сделан с натуры. Велосипед рыбака, который где-то там в камышах ловит рыбу. Ну что, спасибо огромное за рассказ о вашей выставке. Да, и вам спасибо. Мы очень надеемся, что эта выставка дала многое и вам, как художнику, и уверены, что это очередная выставка, но их будет много-много. Я надеюсь на это. Да, и мы будем, я не знаю, как минимум наблюдателями, а кроме того, мы будем всегда радоваться вашим очередным успехам. Спасибо вам большое. Счастья, удачи. Спасибо. Творческого вдохновения и очень значимых результатов. Спасибо. Спасибо.